Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очередной рейд в сфере торговли прошел в курортном селе Витязева. Пять причин, по которым стоит приехать в Анапу. Первые участники фотоконкурса уже заявили о своем праве на победу. Можете лучше – участвуйте и побеждайте. Победа любой ценой и при любых условиях. В воскресенье на стадионе «Спартак» Анапа встретила новороссийскую команду «Черноморец-Д». Сейчас обо всем подробнее. В воскресенье на Анапу обрушился шквалистый ветер и ливневые дожди. В течение часа выпало 75% месячной нормы осадков. Повалены деревья и ветки, оборванные провода линии электропередач. В устранении последствий стихии были задействованы все оперативные и коммунальные службы города-курорта, районных и городских электросетей. Работы не останавливались до утра. Аварийно-спасательные службы, коммунальные, бригады городских и районных электросетей были задействованы в ликвидации последствий сильного ветра и ливня, обрушившихся на Анапу в воскресенье вечером. Грозовой фронт навис над курортом днем. Стихия набрала силу к 6 часам вечера. Первым под удар попал Гайкадзорский, затем Супсехский сельский округ. Через несколько минут сильный ветер и ливень начались в городе. Порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду. Ливень продолжался 15-20 минут. В течение часа выпало 27 миллиметров осадков. Это 75% месячной нормы. Незамедлительно по поручению главы Анапы Сергея Сергеева было собрано внеочередное заседание КЧС. Его провел заместитель главы, председатель комиссии Алексей Харитонов. По сводкам оперативной информации были определены наиболее пострадавшие участки и комплекс первоочередных мероприятий. На работу социально значимых объектов в жизнеобеспечении стихия не повлияла. Все функционировали в штатном режиме. Последствия сильного ветра и ливня видны были вечером. Поваленные деревья и ветки, порванные провода линий электропередач. В расчистке проезжей части, тротуаров, придворовых территорий и откачке воды были задействованы дежурные смены муниципальной службы спасения, Анапского отряда краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас», предприятий «Водоканал» и «Зеленстрой» и другие коммунальные службы города. Энергоснабжение пострадавших населенных пунктов, частично Супсех, Гайкадзор и Бужор, восстанавливали шесть бригад районных и городских электросетей. Работали и в городе. Без электроэнергии частично остались 12-й микрорайон и район Высокого берега. Работы по ликвидации последствий стихии продолжались до полного восстановления. К шести часам утра, 21 июля. Энергоснабжение в Гайкадзорском, Супсехском сельских округах и в Хуторе-Бужор восстановили поздним вечером в воскресенье. Аварийное отключение высоковольтной линии произошло по вине разыгравшейся стихии. В понедельник энергетики продолжили ремонтные работы в городской черте. 40 заявок по обращениям жителей частного сектора отработали сегодня. 20 домов подключили к сетям в первой половине дня. Оставшуюся часть подключили в течение дня. В микрорайоне Алексеевский на улице Парковой и на набережной последствия ливня и шквалистого ветра устраняли специалисты предприятия «Зеленстрой». Вывозили сломанные ветром ветки. Оборванные провода обломанной ветке. Разгулявшийся ветер до 25 метров в секунду внес свои коррективы в привычную картину жизни анавчан. И добавил работы дежурным группам предприятий энергосетей. На устранение поломок и обрывов сразу после ливня выехали 6 аварийно-ремонтных бригад. В понедельник в городе отрабатывали точечные заявки 5 групп. И в течение дня устранили поломки по всем адресам. Поваленные деревья, обломанные ветки с дорог и тротуаров забирают и распиливают работники предприятия «Зеленстрой». Работают по заявкам и самостоятельно объезжают улицы курорта. Работают с привлечением спецтехники и крана. Под лезвие пилы попадают уже надломленные ветром ветки и представляющие угрозу при сильном ветре. Срезают и нависшие над проводами, чтобы предотвратить аварии. За обработкой деревьев в районе музея Горгипия на постнаблюдение вышли сотрудники музея. Зеленая пышная крона, закрывающая окна здания от солнца, ушла под спил. В целях безопасности. Каждую ветку сотрудники «Зеленстрой» спиливают по необходимости и только в том случае, если они являются угрозой при штормовой погоде. Очередная проверка в сфере торговли прошла в субботу в курортном селе Витязева. В центре внимания вновь было соблюдение правил торговли и реализации алкогольной продукции. Итог рейда – не все реализаторы и хозяева торговых точек прошли экзамен на честность и порядочность предпринимательства. Торговые точки с мороженым, напитками, сотовыми, телефонами и экскурсиями Паралия, как филиал Греции, где есть все. Предлагают услуги и товары, привлекают покупателей и клиентов зачастую за рамками закона и границ, указанных в договорах аренды земельных участков. Спасаясь от жары, устанавливают зонты на муниципальной территории. Это нарушение. Или завешивают торговые точки и павильоны тканью и простынями. Реализатор мороженого и молочных коктейлей защитил себя от палящих лучей солнца и при этом оставил молоко на солнцепёке. По правилам хранения молока в тетропаке оптимальная температура от плюс 2 до 25 градусов. На солнце молоко нагрелось за 30. И вряд ли такой молочный коктейль доставит удовольствие ребёнку или взрослому. Реализаторы рискуют здоровьем своих покупателей. При подписании договора на реализацию мороженого продавать можно только мороженое. Предприниматели на торговом месте пытаются продать всё, что можно. Редко хозяева приезжают на точки реализации, чтобы решить проблему на месте, устранить все нарушения и наладить законную торговлю по правилам. Пока гром не грянет и штраф не выпишут. Пока комиссия, в состав которой входят сотрудники управления торговли, казаки, общественники и полицейские проверяют законность деятельности одних объектов, другие самоупраздняются от закона подальше. Так быстро смотались цепи по 5 рублей за сантиметр. И почти самостоятельно ушёл игровой автомат. О, сразу чистить начали. Сразу автомат, начался хозяин автомата. Объекты, установленные с нарушениями, изымают и вывозят до оплаты штрафа и устранения противозаконных действий. Рейды проходят ежедневно и досконально. Например, эта проверка длилась 7 часов. Поэтому всех предпринимателей ещё раз предупреждают не нарушать правила и не подрывать доверие компетентных органов и покупателей. 1 июля в Анапе стартовал фотоконкурс для жителей и гостей курорта «Пять причин, по которым стоит приехать в Анапу». Главный приз победителю – отдых в анапских здравницах в период бархатного сезона 2015 года. Первые участники уже заявили свои работы на конкурс. Среди первых участниц оказалась жительница Мурманской области Людмила Котовская. На конкурсной фотографии гости курорта – пляж Большого Утриша и море настроения. Подборка из пяти красочных фотографий поступила на электронный адрес от Маргариты Игнатьевой. Она не первый раз отдыхает в Анапе со своей семьёй и всегда увозит с собой на память сотни фотографий. В этом году к её любимым курортным местам добавился новый фонтанный комплекс в центре города. «Это то, ради чего стоит приехать в Анапу», – комментирует Маргарита свою работу под названием «Всё течёт, всё меняется». Кроме гостей курорта, фотоработы присылают и анапчане. Виталий Кущ на одном из своих фото запечатлел сразу все пять причин, почему стоит приехать в Анапу. Напоминаем, победители фотоконкурса выберет жюри, в состав которого вошли известные анапские фотохудожники Игорь и Ольга Улько, сотрудники управления по санаторно-курортному комплексу и пресс-службы администрации, председатель жюри, глава города-курорта Сергей Сергеев. Организаторы ждут новых участников и красивых работ. Новости спорта продолжает выпуск. Воскресенье 20 июля, как и было заявлено в плане графики игр, на стадионе «Спартак» домашнюю игру провели футболисты клуба «Анапа». Наши спортсмены встретились с новороссийской командой «Черноморец-Д». В состязании футболистов вмешался проливной дождь, но планы и прогнозы на интересную игру не нарушил. Сражаться футбольному клубу «Анапа» с командой «Черноморец-Д» из Новороссийска пришлось в сложных условиях. После дождя поле пропиталось водой, и каждый удар по мячу сопровождали фонтан и брызг. Скользкое покрытие, насквозь мокрая форма, а футболисты, казалось, даже не замечают таких неудобств, преследуя главную цель – победу. В одушевленной серии недавних побед анапские футболисты с первой минуты матча ринулись в атаку и практически всю игру провели на половине поля противника, не оставляя ни малейшего шанса на успех. Первые таймсы играли со счетом 4-0 в пользу анапчан. Игра завершилась со счетом 8-0 в нашу пользу, что позволило городскому футбольному клубу Анапа в настоящее время выйти на третье место в турнирной таблице высшей лиги открытого чемпионата Краснодарского края. Так что дождь перед началом матча – хорошая примета, по крайней мере, для анапчан. Также две игры на выезде проявили анапские команды «Понтас» и «Сапфир». «Понтас» встречался в краевой столице с футбольным клубом КубГУ «Краснодар» и, к сожалению, не смог одолеть соперника. Игра завершилась со счетом 3-2. Таким образом, анапчане сегодня занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата. Неудача ждала и «Сапфир», который проиграл команде «Ахтанис Кубань». Темрюкский район со счетом 1-3. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, покрашений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. Во вторник, 22 июля, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29-31, ночью до 22 градусов тепла. Ветер переменный северного и северо-западного направления. Скорость ветра 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333.